Всем привет и вы слышите кого? Да, Лёшу Халецкого. И это очередное видео игры в Цивилизацию 5 Сида Мейра. В комментариях меня просят показать различные виды игры, стратегии и так далее. И вот этим видео я сразу несколько заявок исполню. Во-первых, просили сделать летсплей, то есть полностью игру от начала до конца. И вот сейчас это так и будет. Ну, я не прекратил, мне до сих пор не нравится летсплей, естественно. Но дело в том, что в той стратегии, которую я вам сейчас буду показывать, должен быть, извините за тавтологию, показан каждый ход. Поэтому вот и получился летсплей от начала до конца. А стратегия это игра одним городом, моногород, о чем меня тоже очень много просили. И здесь же я покажу, как играть с специалистами, вот о чем я рассказывал в видео управления городами. И вообще много тут всего интересного, такая квинтэссенция игры в цивилизацию будет. Ну и плюс тоже меня часто просили показать военные действия. Мол, я им слишком мало времени уделяю, вот и война здесь тоже будет. Да, на секунду отвлекусь. Вот видите, маленькое видео крутится в окошке. Если вы нажмете на него, то перейдете на клип, который мы с друзьями 12 лет назад делали, когда поступили на первый курс в институте. Сделали песню такую, по нашему мнению, прикольную. И клип. Ну, посмотрите, по-моему, забавно. Вернусь к стратегии игры «Одним городом». Мне помогает делать это видео один из критиков моих, ну и зрителей, тролль-рыбак. Когда-то я с ним до этого играл и помнил, что он как раз играл против меня «Одним городом». И попросил его помочь мне вот записать это видео, поделиться стратегией и немножко, чтобы мы с ним по-разному играли, чтобы я рассказывал вот его стратегию и говорил, какие там плюсы, и рассказывал о своей стратегии. Отмечу, что это вот наша даже вторая игра. Как бы за день до этого мы уже одну провели, и я там слил вообще очень быстро. Поэтому я ее, собственно, и не показываю вам. Нет смысла показывать, когда такая быстрый проигрыш, о чем там рассказывать. А вот здесь мы будем идти до самого конца. Большое ему спасибо, что он потратил свое время на все это дело. Более того, он еще и написал сопровождающий текст, о чем я его попросил. Он, к сожалению, не умеет записывать видео и потом выкладывать. Поэтому он оформил это все в тексте, а я вам буду это просто в течение игры озвучивать. Вообще, вот сейчас я разместил все фрагменты, у меня получилось 5 часов. Думаю, что, конечно, тут короче будет, но все это нужно видеть. Итак, очень важно место расположения вашего города. По-любому это должен быть берег реки. Рядом с рекой должно быть как минимум 3 клетки с двумя единицами еды. Вот видите, они у меня тут есть. Это будут ваши самые производительные клетки с едой, которые будут вам давать в будущем 4 еды. В радиусе города должно быть хотя бы 3 холма, чтобы производство у нас не проседало. И очень неплохо. Ну, в данном случае, конечно, этого нету, но вообще, если вы играете против компьютеров или в онлайновой игре, очень неплохо, если ваш город будет находиться еще и рядом с гороем. Я вам напомню, что в городе, который находится рядом с гороем, можно строить обсерватории, которые на 50% увеличивают науку. Так как у вас всего один город, то это очень важная будет постройка. Но, так как мы тут вдвоем играем с троллем-рыбаком, ни у него, ни у меня такого расположения города не будет. Потому что мы, во-первых, играем, если вы не обратили внимание, одинаковыми нациями. Причем мы специально выбрали Голландию, у которой нету никаких существенных бонусов в данной игре, чтобы рандом никак не влиял на наши действия. Как видите, традиционное начало, во многих своих играх я так и начинаю, и для этой стратегии не исключение. Сначала строится скаут, потом строится монумент. Все традиционно. Понятно, что для стратегии игры одним городом самое главное будет его рост. Вы не сможете строить новые города, и у вас не будет проблем, таким образом, с счастьем. Главное, чтобы ваш один город как можно быстрее рос. Только таким образом вы получите все плюшки, все бонусы и выгоды от этой стратегии. Кстати, обратите внимание, что я необычно иду по исследованию. Я начал изучать стрельбу из лука, потому что я таким образом смогу построить храм Артемиды. В то время как тролль-рыбак, и вообще это классическое начало для этой стратегии, идет по обычному научному началу. Он изучает письменность, потом философию, чтобы построить библиотеку и, соответственно, национальный колледж, чтобы получать максимальный буст. И тот, и тот вариант стратегии хорош. Я специально, например, пошел вот по этому варианту, чтобы показать вам, что можно и так сыграть. Почему есть вариант играть через исследование стрельбы из лука и строительство чуда храм Артемиды? Потому что храм Артемиды дает плюс 10 к еде. А вы же помните, что у нас еда очень важна. Поэтому, построив это чудо, во-первых, мы получим плюс 10% к еде, то есть к росту, и очки великого человека, в данном случае инженера. То есть мы через некоторое время получим великого инженера от храма Артемиды, что очень неплохо. Значит, мы ждем, пока наш город дорастет до трех жителей. Вот видите, мы сейчас уже построили монумент, ставим строить храм Артемиды, но пока не переключаемся на производство. Ждем, когда город дорастет до трех жителей, и тогда переключимся на производство, чтобы быстрее этот храм построить. В это же время мой соперник исследует, как я уже говорил, письменность, а потом философию, а в городе сначала строит, ну, естественно, скаута, монумент, амбар и библиотеку. То есть у меня ход идет на храм Артемиды, у него монумент, амбар, библиотека. При этом вы, вот как троллеры-рыбак строят, вы там не переключаетесь на производство. У вас все время город стоит на еде. Точнее, как? Вот вы, может, обратили внимание, я когда заходил на экран города, я там даже не трогал эти фокусы. Я сам, собственно, ручно выставлял, какие клетки должны обрабатывать жители города. Эта стратегия вообще будет заставлять вас именно так работать с городом. У вас всего один город, у вас будет достаточно времени, чтобы переключать жителей. И это важно, потому что компьютер не очень правильно этим занимается. А вам нужно получать максимально еду. Максимально. Поэтому, ну вот, видите, я уже нашел троллей-рыбака, он мне объявил войну. Зачем, не нашел, он наткнулся на какой-то из его жителей. Но мы играем дуэльную карту, как вы видите. То есть тут без вариантов мы будем воевать, поэтому никакого сотрудничества не будет друг с другом. Поэтому нету смысла сказать, интересно, видите, глюк Цивы, вот там гора находится, а ее не видно на карте. Ну вот, и откладывать объявление войны, собственно, нету смысла. Видите, я своим скаутом тихонько пытаюсь подобраться к его городу, так, чтобы он меня не заметил. И не знал, что мой скаут уже рядом с ним. Таким образом, я могу незаметно, например, напасть на его рабочего, если он будет незащищен. Так вот, что, например, вы меня спросите, что насчет других чудес света. Ну, так как мы играем с троллем-рыбаком вдвоем, то мы будем много строить чудес света, потому что вы сами понимаете, что вероятность не успеть здесь очень низка при игре вдвоем. Но вообще, в принципе, когда вы будете играть с другими игроками или с компьютером на высоком уровне сложности, то лучше на чудеса света не рассчитывать, если не считать, вот опять же, храма Артемиды. Почему я про него говорю? Потому что компьютеры очень резко, редко его строят, очень редко. Ну, там, когда уже, наверное, много времени прошло и уже строить больше нечего. А при игре онлайн храм Артемиды будет, скорее всего, вам недоступен. Понятно, вот, общественный институт, естественно, мы идем по традиции. Здесь без вариантов. Для игры одним городом только традиция, потому что она дает несколько бонусов к росту. Во-первых, при принятии дают не науке, а культуру очень много, плюс три. А во-вторых, дальше у вас идет принимание политик, которые добавляют к росту много яблочков, кушанье, которые будем пожирать. Ну, вот видите, после того, как мы открыли стрельбу из лука, мы исследовали животноводство, горное ремесло. Ну, в общем, все те науки, которые нам помогут добраться к нашим ресурсам, которые рядом с вашим городом находятся. То есть, вы исследуете те науки. Вот в моем случае, видите, это медь, для которого нужно горнодобывающие, промышленные, ну, шахты строить на них. Лошади, то есть, животноводство, и еще вот неплохо бы каменную кладку, но так как камень не дает счастья, то я решил отложить. И начинаю идти к письменности, то есть, к тому же научному развитию, как я обычно, как я чаще всего вам и рассказывал в своих видео. То есть, так как у вас будет один город, то вы от него будете и так иметь довольно много науки. И строительство в нем дополнительных библиотеки и так далее еще больше буст будет давать вашему развитию. То есть, в то время, как другие игроки, например, строят третий, четвертый город, их это немножко замедляет. Ну, немножко, точнее, конкретно, потому что их города прекращают расти из-за несчастья, а ваш город, вообще, при игре одним городом, вы в несчастье, ну, это очень надо сильно постараться, чтобы в несчастье уйти. Потому что один из общественных институтов в традиции как раз снижает несчастье за счет количества жителей в столице. И получается, что вы даже можете продавать все свои ресурсы роскоши, не оставляя ничего себе, и все равно у вас будет один или ноль, ну, все равно будет положительное счастье в вашей стране. Ну, вот видите, я тихонько подобрался к городу тролля-рыбака, вот, он моего воина видит, а разведчика не видит, то есть, он не знает, что у меня, мой разведчик там внизу. Если бы он сейчас, например, поставил своего рабочего обрабатывать пряности, то я бы мог его воровать. Ну, правда, вот видите, его воин тоже тут рядом со мной стоит, но я, так как рабочих не строю, то мне бояться нечего. Процессирую пока тролля-рыбака, что он пишет по поводу своего развития. Значит, при игре по сети великую библиотеку стараюсь не строить, ну, собственно, как и я, так как это огромный риск. Конечно же, я знал, что при игре с тобой риск нулевой, но все же специально ее не строил. Начал строить, только когда в городе стало реально нечего строить. Институты принимаю все по традиции. Ну, я думаю, меня спросят, в каком же порядке принимать институты в традиции. Опять же, все очень традиционно для традиции, извините уж за тавтологию. Значит, сначала принимается традиция, потом легализм, потом земельную элиту, далее, скорее всего, монархию, потому что монархия, вот как я вам говорил до этого, дает счастье от количества жителей в столице. А к этому моменту у вас столица уже должна довольно сильно вырасти, и если вы не примите монархию, то начнутся как раз несчастья. А если принимаете монархию, то все, вам уже не нужны какие-то ресурсы роскоши, ничего, у вас всегда в столице будет счастье. Ну, вот видите, я уже принимаю земледельческую элиту. И после принятия монархии можете принимать аристократию, которая увеличивает, ускоряет строительство чудес света. Ну, и в конце уже последнюю, в традиции я не помню, как называется, но вот то, что улучшает защиту городов. И все, и полное принятие традиции увеличивает скорость роста ваших городов, то есть увеличивает количество еды. Но, смотрите, видите, я сейчас как раз переключаю, как мне надо рабочих, обрабатывание клеток в своем городе. Вручную, еще раз обращаю ваше внимание, вручную не доверяйте это компьютеру, потому что он думает не так, как человек. И, ну, вот таким образом, вот если вы сыграете одну игру одним городом, то вы научитесь управлять, вот отдачей города, да вы научитесь управлять городом, потому что иначе вы просто эту игру проиграете, если не будете управлять. Итак, письменность открытая. Ну, пока, видите, я тут исследую окрестности города моего противника, смотрю, какие у него есть ресурсы, чему бы мне помешать ему в будущем. Ну, а в исследованиях включаю прямой путь к философии, к национальному колледжу, и пока забываю о них. Ну, заодно, видите, тут календарь исследуется, благодаря которому мы сможем плантации строить. Все, следующий ход. Видите, у тролля-рыбака лошадки есть. Ну, в принципе, у нас одинаковая такая местность, по-хорошему. Видите, прочекал, что я Артемиду строю. Кстати, обратите внимание на тот момент, что вы можете видеть, что строит ваш соперник, вот глядя на его город. Вот видите, у меня там, как бы, такое недостроенное Артемида есть. И вы таким образом можете узнавать, чем занимается ваш соперник, какое чудо строит. Потому что у меня тоже в комментариях иногда пишут, что вот, зачем строить скаутов, разведчиков, лишние траты ресурсов. Вы благодаря скауту можете смотреть. Вам надо, тут даже не обязательно рядом с городом стоять. Вы просто можете один раз, вот я Роттердам открыл, он у меня не обязательно должен быть виден. Но зато на нем будет всегда видно, что мой соперник, какое чудо мой соперник строит. Я тогда смотрю на этот город и регулирую свои действия. Потому что если я не успею, начну строить чудо и не успею, кому от этого будет хорошо. Поэтому скаутам как можно быстрее открывайте всю территорию. Таким образом вы будете следить за всеми своими соперниками. Особенно это важно в онлайне, как вы понимаете. Хотя и с компьютерными соперниками это тоже важно. Именно поэтому я всегда в своих видео первым делом рекомендую строить скаутов. Чтобы они исследовали территорию. Чтобы вы могли видеть, чем занимаются другие игроки. Это тоже важно. Поскольку я встречал игроков в онлайне, которые выходят, не успев построить великую библиотеку. Это вообще уму не поддается. Зачем начинать игру? Потому что до великой библиотеки как минимум минут 20-полчаса играть надо. То есть человек играет, столько времени тратит в своей жизни, чтобы потом тупо выйти. Хотя ты не успел. Ну всего лишь один из чудес света построить. Тем более, которое настолько популярно. Где мозг непонятно. Или начинают люди. Вот начинают играть с Египтом. Если в партии есть Египет, то 100% что он первый построит великую библиотеку. Спрашивается, зачем ты начинал ее строить? Ты надеялся, что за Египет придурок играет? То есть ты начал строить, потом вышел. Блин, ну нет слов. Уж извините, что я пожаловался. Поэтому разведка, она очень хороша. В самом начале игры. Вы будете все видеть, знать приблизительно. Да, мы, вот я вам сейчас показал, что мы копим деньги на рабочего. То есть мы рабочего не строим изначально, а копим на него деньги. Значит, по поводу рабочих. При игре одним городом вам, в принципе, двух рабочих хватит выше крыши. Три это вообще будет просто вы все свои дыры заткнете. Так как мы играем здесь вдвоем дуэльно, у нас тут нет ни городов, государств, ни других каких-то соперников. То нам придется своих рабочих либо строить, либо покупать. Также, если вы будете играть с компьютером или в онлайне, то есть с большим количеством людей, то я вам рекомендую... Вот смотрите, сейчас я отвлекусь. Мой соперник успел раньше меня устроить пантеон и принял очень важный при игре одним городом пантеон, который добавляет плюс 10% к еде. То есть я этого не успел. То есть считайте, что он получил тот же бонус, который я получаю от храма Артемиды. Ну, правда, храм Артемиды там я могу еще быстрее лучников строить. Потом у меня еще великий инженер, благодаря ему появится. Но вот этот пантеон, то есть если вы будете играть одним городом и сможете принять пантеон, то обязательно берите вот этот. Но тут проблема в том, почему я не играл через это и вам не показывал. Проблема в том, что когда вы будете играть с большим количеством игроков, 100% кто-то раньше вас возьмет этот пантеон, потому что он очень популярен. Два самых популярных пантеона – это вот этот и пустынный фольклор, который дает веру от клеток пустыни. Поэтому вероятность того, что вы первыми успеете взять этот пантеон очень низка. Но в любом случае имейте в виду. Вот теперь я попробую построить свечелище, тоже построить пантеон. Вообще, вы сами понимаете, что при игре одним городом получить религию будет не очень легко, потому что у вас выхлоп будет только от одного города. Единственный вариант – это может Стоунхенж построить или построить Святую Софью. И то, видимо, великим инженером. Но тратить при игре одним городом, тратить на это время, особенно на Стоунхенж, я крайне не рекомендую. Потому что вы таким образом затормозите свое развитие, рост города – это очень плохо. Здесь главнее, вы поверьте, пускай другие игроки строят чудеса света, но благодаря тому, что они в это время не развиваются, а ваш город растет, и вы будете их опережать по науке, по численности населения. Вот вы даже, когда играете с другими игроками, и, например, где-то при быстрой игре на ходу в 80-м откроете демографию, то тот игрок, который будет на первом месте по населению, вы можете 100% говорить, что он играет одним городом. Потому что именно у игроков с одним городом самое большое население к этому моменту. Ну, как видите, я здесь напрягаю своего соперника. Видите, ему приходится своего рабочего защищать дуболомом, а я в это время разведчиком бегаю вокруг, не даю ему расслабиться. То есть, если вы играете дуэльные игры, то рекомендую также поступать. Во-первых, вы всегда должны смотреть, чем занимается ваш соперник, потому что всего-то он один. А во-вторых, постоянно напрягать его, то есть, своими юнитами там находиться где-то близко с его городами, захватывать незащищенных рабочих и так далее. Вот видите, я здесь вручную переключаю производство города. В данном случае у меня город полностью стоит на рост, поэтому я все включаю на яблочке, переключаю, и вам постоянно придется этим заниматься. Это очень важно, еще раз в который раз повторяю. Ну и таким образом все-таки научитесь управлять своим городом, жителями. Вот видите, у меня времени не так много, таймер посередине внизу экрана, поэтому приходится все очень быстро делать. Так, что еще можно сказать по поводу того, какими нациями имеет смысл играть в стратегию одним городом? Так, что это я тут стою, жду. А, я лечиться поставил своего скаута. Ну, во-первых, Вавилон и Корея очень хороши, потому что они дают всякие научные бонусы, а вообще игра одним городом как раз подразумевает, что у вас наука будет очень хорошо развиваться, а раз еще и бонусы будут, то это вообще класс. Также неплохие инки, потому что у них, во-первых, сразу в начале, скорее всего, будет гора рядом. А вы же помните, что гора позволит нам создать обсерваторию в свое время. И у них классное улучшение у рабочих террас-фармс по-английски. Они, ну, больше еды будут давать. Но проблема в том, что все эти нации – это аддоны. Поэтому, во-первых, у вас, может быть, этих аддонов не быть, и вы не сможете за них играть. А во-вторых, в онлайне, если вы будете применять эту стратегию, то в онлайне очень вряд ли вы сможете использовать эти нации. Напомню, что в онлайне, если у кого-то из соперников нету этого аддона, то, соответственно, и вы не сможете его применять. Поэтому из тех наций, которые в любом случае вы можете использовать, неплохи майя. Ну, вообще, майя такая классная цивилизация, ведь для всех подходят стратегии. Майя хороши тем, что, во-первых, вы и религию сможете основать, потому что у них такое неплохое уникальное здание. И плюс к тому, это же уникальное здание добавляет науку. Тоже очень неплохо. Ну, видите, меня тут постоянно бьют моего разведчика, но он, видите, уже прокачался. Теперь я смогу быстрее лечиться. Своим воином я, видите, добрался до улучшения моего соперника и разрушил его. Кстати, напомню, что сейчас после патча разрушения улучшения, кроме золота еще и добавляет, ну, лечит вашего юнита раненого. Так что это тоже можно использовать в стратегии. И это, кстати, благодаря этому проще стало воевать, нападать. Вы нападаете на вашего соперника, он ваших юнитов ранит, а вы, благодаря разрушению его улучшений, лечитесь и добиваете его. Так, продолжая о нациях, которые можно использовать для этой стратегии. Значит, Майя, Эфиопия, тоже по той же причине, что религию дадут арабы. Благодаря их уникальному юниту, извините, не юниту, а уникальному зданию, базару, у вас будет больше золота. Вот, кстати, обратите внимание, я накопил денег и купил рабочего. Между прочим, если сравнивать с моим соперником, то он рабочего построил. И им делал, уже до этого делал улучшения. Но так как я пришел к нему эти улучшения портить, то я, соответственно, выиграл кое-какое время, и мы сейчас приблизительно в равных условиях. Значит, рабочим... Так, смотрите, что дальше исследовать. Я, значит, после того, как я исследовал письменность, я исследовал колесо, чтобы строить водяную мельницу, которая добавляет плюс два еды и еще и производство. Но нам главное еда. То есть все такие здания, которые добавляют еду. А теперь иду к драме и поэзии, чтобы бесплатно получить амфитеатр. Это от способности традиции. Мы же в традиции взяли легализм, который дает четыре культурных здания. А так как мы уже построили монумент, то следующим культурным зданием будет амфитеатр. Значит, вот открыв драму и поэзию, мы сразу автоматически даром в городе получим амфитеатр. Значит, по поводу рабочего. Везде надо строить, где возможно, фермы. Так как мы уже набрали достаточно очков веры, чтобы брать пантеон, то вот мы его и берем. Как помните, я вам уже говорил, какие пантеоны лучше всего брать. В данном случае, так как мой соперник взял лучший пантеон в этой стратегии, то я взял на производство бонус. Так как веру тут мы распространять не сможем, просто не на кого. Всего два города. Да, у него будет своя религия, у меня своя. То берем на производство. Здесь вообще, вот в этой стратегии игры одним городом, самое важное – это еда. На втором месте производство, на третьем месте культура. Далее, значит, по поводу рабочего. Везде, где можно, строятся фермы. Главное – это еда. То есть, обрабатываются все клетки рядом с рекою фермами. Ну, естественно, кроме тех, где есть какие-то ресурсы. То есть, вот, например, видите, у меня камень рядом с рекой. Естественно, я там буду ставить каменоломню, а не ферму. Ну, и вот медь тоже рядом с рекой на холме, там я буду шахту строить. А так, все возможные места, все возможные клетки застраиваются фермами. Ну, вот видите, продолжает тут напрягать своего соперника своими юнитами. Начальная стадия, когда юнитов-то особо много и нету. Ну, главное мешать, ведь он вернулся починить то, что я ему разрушил. Ну, а вот здесь я у себя вырубил лес, чтобы быстрее строился мой национальный колледж в городе. И сейчас, ну, вот не знаю, здесь, пожалуй, все-таки стоит, стоило. Я сейчас смотрю, что я пошел строить ферму, но здесь, пожалуй, стоило для начала поставить шахту, чтобы быстрее национальный колледж построился. То есть, в данном случае национальный колледж важнее, чем рост, потому что мы тогда получим улучшение по науке. Ну, вот видите, возможно, я это сделал, потому что у меня как раз пришло время принимать аристократию, которая улучшила строительство чудес. Видите, мой колледж, до этого было 8 написано ходов, что он строится, а после принятия аристократии он стал строиться 5 ходов. Так что, ну, возможно, и правильно, что я сейчас переключился на фермы. Так, значит, по поводу рабочих я вам уже все сказал. Еще раз напомню, что неплохо. Два рабочих вполне достаточно, а три вообще идеально. Но строить их не стоит. Их лучше будет захватывать у городов-государств, у других сапер. Ну, лучше у городов-государств, потому что города-государства позволяют двух рабочих захватить без объявления вам джихада, без того, чтобы они объявили вас вне закона. А этого вполне достаточно. Так, значит, про нации я вам еще не договорил. Значит, арабы неплохие, Германия. Германия неплохо тем, что у них ланскнехты, их уникальный юнит, очень дешев, и вы сможете его строить для защиты от нападения. Египет, естественно, потому что чудеса строятся им неплохо. Ну, и уникальное здание у него крутое. Ну, и дальше там остальные, так, более-менее. Ну, вы поймите, что игра одним городом, в принципе, для любой нации подходит. Просто для каких-то чуть лучше. Но вообще развитие одним городом всегда классно для любых наций. Вообще, наверное, стоит о минусах сказать. Понятно, что вы не сможете строить какую-то очень большую армию. И при игре онлайн против других соперников понятно, что вас могут захватить. Ну, вот, успел я своего разведчика увезти. Посмотрите, ну, успел разрушить его улучшение и успел увезти разведчика. Но чувствую, сейчас его все-таки словят. Видите, он подвел своего лучника и боюсь, что мне некуда уже девать разведчика. Так что, видимо, сейчас я его тут профокую, к сожалению. Так, после того, как мы открыли драму и поэзию, я решил идти к металлоконструкции. То есть, это отклонение от научного раша. То есть, обычно идут к университетам, потому что... Ну, чтобы как можно быстрее строить научные здания и больше от науки получать. Но... Что-то он меня обменяет в читерстве. А, ну, потому что я в конце хода передвинул разведчика. Просто, ну, вы сами видите, вот он посмотрит потом видео, увидит, что у меня... Просто не было времени. Он думал, что я сейчас ожидал его хода, и поэтому в конце передвинул. Да, может, просто кто-то не в курсе. При игре онлайн есть такая фишка, как бы называется двойной ход. То есть, в онлайне все делают хода, ходы одновременно. И поэтому, когда вот заканчивается ход, можно в самом конце хода передвинуть юниты, и потом в самом начале сразу еще раз передвинуть, и получится, что как бы двойной ход сделал. Вот в этом меня сейчас мой соперник обвиняет. Ну, вы сами видели, что я просто... Не хватило мне времени быстро переключать. То есть, я делал то, что мне важнее, уже потом передвигал юнитов. Ну, моему разведчику тут хана, конечно, мне некуда деться, словил он. Ну, ничего, я им очень неплохо поработал у него в тылу. Вот, видите, он мне пишет, ходить в конце года не есть гуд. Да, так не очень красиво, естественно. Полностью согласен. Обычно игроки, особенно которые тружуга знают, этим стараются не злоупотреблять. Но когда юнитов много, волей-неволей. Ну, все. До свидания, разведчик Федор. Я его для себя Федором звал. Так, о чем я там рассказывал-то? Да, в том, что я отклонился от научного исследования, от научного пути развития и пошел к металлоконструкции для того, чтобы иметь лучших юнитов на тот случай, если мой соперник начнет на меня нападать. И, собственно, а вам, тем более, если вы будете против многих соперников играть, я просто рекомендую так действовать. Потому что вполне возможно... Ну, вообще-то рекомендуется действовать, исходя из тех, какие у вас соперники рядом. Я вам уже много раз говорил, что надо не забывать про разведку. Надо знать, кто рядом с вами, как он развивается, и смотреть по демографии, сколько у него войск. Если он начинает резко клепать войска все больше, то значит, скорее всего, он придет к вам вас завоевывать. И хотя бы хоть какую-то защиту от этого иметь стоит. Поэтому верхняя ветка технологий идет по науке, а нижняя ветка технологий идет по войне, то есть по юнитам. Ну, я открыл металлоконструкции, теперь иду к госслужбе. Это вот очень важное открытие, очень важная технология в этой стратегии, потому что она, во-первых, самое главное, увеличивает отдачу от ферм, построенных рядом с рекой. То есть вот эта моя ферма, которая сейчас дает три еды, будет давать четыре еды, а значит, ваш город будет расти намного быстрее. А во-вторых, позволяет строить копейщиков. Которые очень неплохой юнит и поможет вам защититься от раннего нападения. Тем более, если, например, на вас будут нападать конники, а это чаще всего гуны, аски, Сангай, Греция. У тех, кого ранние сильные конные юниты, от них копейщики вам позволят защититься и продолжить дальше развитие. Тем более, что вы раньше дойдете до копейщиков, чем разовьется ваш соперник. Он же будет строить военные юниты, и развитие у него упадет. Так, значит, я сейчас построил в Амстердаме национальный колледж. Типа у меня теперь сейчас круто будет развиваться наука. Переключаю все на рост, и на всякий случай, видите, начинаю строить метких лучников. Или лучников с композитным луком, как в английском они называются. Для защиты от соперника. Потому что так как я сейчас потерял своего разведчика, он вполне может сейчас прийти ко мне и гнобить моего рабочего. Поэтому стоит защититься. Для этого я, собственно, и дуболома обратно веду, потому что уже нет смысла там его напрягать. У него явно превосходство в войсках. Он уже там и лучников построил, и другой свой у него дуболом был. И я могу просто потерять. А так я хоть своего рабочего защитю. Так, значит, построил я лучников. Что я там еще рабочего купил очередного. То есть вот двух рабочих вполне достаточно. Так, ну как видите, одним рабочим я добавляю ресурсы. То есть каменоломню ставлю на камень. Потому что от него я еду буду получать и молотки. А другим продолжаю строить фермы, которые тоже нужны, важны для роста. Еще раз напоминаю. Так, и здесь я решил вот побыстрее получить религию. Потому что, ну, важно. Хорошие бонусы буду получать. Но напомню еще раз, что это дуэльная карта. То есть здесь в любом случае мы получаем религию. А если вы играете против других соперников, и у вас нету бонуса, ну, какой-то религиозной нации, или против компьютера на высокой сложности, то все-таки к религии идти не стоит. Можно пантеон получить какой-нибудь, то есть хоть какой-то, чтобы бонус был. Но к религии вы, скорее всего, не успеете получить. Поэтому, ну, вообще следите, исходите из соперников, из того, против каких наций вы играете. Например, если вы играете против, у вас в соперниках там какая-нибудь только одна религиозная нация, то можно и попробовать религию получить. Потому что остальные тоже вряд ли будут так уж усиленно стремиться к религии. Так, ну, здесь все происходит по плану, строится ферма, все путем пока. Вообще, я планирую вам в будущем сделать прохождение одним городом против компьютера на уровне сложности божество, то есть на самом последнем. И одним городом всего лишь, чтобы вы увидели, как просто все-таки им можно играть против компьютеров. Но это в будущем, когда-нибудь. Пока вот я вам рассказываю об этой стратегии на примере игры с живым соперником. Не забывайте следить за ростом вашего города. То есть, когда появляется очередной новый житель, открываете город и переключаете его на ту клетку, которую вам в данный момент нужно обрабатывать. То есть, что вам важнее, производство или еда. Вот видите, сейчас я оставил пока на производстве, потому что храм надо по-быстренькому закончить. А потом все равно буду переключать на еду. Итак, закрывается у меня традиция. Вся полностью. То есть, теперь вы получаете максимальный бонус от еды. И будет ваш город очень быстро расти. Так. Теперь вот надо решить, что строить. Естественно, я бы строил рынок, если бы играл не против одного соперника. Потому что вряд ли бы успел какое-нибудь чудо построить. Но так как я сейчас играю против одного соперника, то я решаю, какое из чудес построить. Видите, как-то долго задумался. Уже мало времени идет. И я просто поставил Великую библиотеку. Просто на что попала мышка. Хотя Великая библиотека, мне кажется, уже сейчас не самый лучший выбор. Потому что всего лишь одну науку даст. Библиотека уже построена обычно. Напомню, что Великая библиотека – это бесплатную библиотеку в городе. Там сколько-то науки плюс, я не помню, два или три. И открытие бесплатно одной технологии. Это классно в начале игры. Но вот сейчас уже к этому моменту лучше какой-нибудь другой построить чудо. И вообще для одного города, конечно, это висячие сады. Самое классное чудо на данный момент, потому что оно добавляет еды. Шесть, по-моему, яблочков. Так, что там случилось? А, тролль-рыбак построил оракул. Значит, по поводу оракула. Дело в том, что нам важно после открытия традиции начать открывать рационализм, который дает большой бонус к науке. Но дело в том, что у вас может культуры быть так много, что вы дойдете до открытия следующей соушал-полиси, до следующего общественного института, к тому времени, когда рационализм еще будет недоступен. А он доступен в новейшее время, по-моему, только. И поэтому, если вы построите оракул, то, соответственно, и вы получите чуть раньше возможность добавлять соушал-полиси. Поэтому лично я его не строю. И вам рекомендую его строить при игре против компьютеров, только когда вы уже добрались до рационализма. Компьютеры его очень редко строят. Они его строят только, если какие-нибудь города-государства такое задание дают. В другом же случае они его не строят. Поэтому большая вероятность, что вы сможете его построить. Ну, а против в онлайне, скорее всего, кто-нибудь до этого построит оракул. Ну, и фиг с ним. Поэтому я в данном случае его и не строил. Вот попытаюсь построить висячие сады. Ну, что ж, после госслужбы идем к образованию, потому что нужны университеты. Да, давайте узнаем, что там делает мой соперник. Что он пишет в своих комментариях. К 67-му ходу традиция закрылась своим ходом. Оракулом я взял коммерцию. Вот, видите он. Кстати, обрати внимание, я изучаю каменную кладку. Мой соперник изучает кладку. То есть, это мое первое отклонение от курса на науку вместо образования. Но он, видите, он не знает просто, что и я отклонился и изучил не только каменную кладку, но и метких лучников. Так что мы с ним параллельно отклонились. Вызвано было тем, что производство города было не какущим. Не на чем было фармить молотки, и я решил обработать камень под городом. Вот что пишет тролль-рыбак. «Посмотрев на окрестности твоего города, то бишь моего, и увидев строительство висячих садов и великой библиотеки». Обратите внимание, что это как бы сейчас показывает. Вы видите, мой сейчас город, и там видно, что я что-то строю из чудес. «Решил над тобой приколоться и построить их первыми. Благо, по демографии мое производство было лучше, чем твое». Ну, вот сейчас увидите, кто быстрее построит висячие сады и великую библиотеку. Так, пока, значит, что он дальше пишет, не буду читать. Это будет дальше. Я, вот видите, продолжаю делать улучшения вокруг моего города. Все, один рабочий у меня строит фермы, а другой улучшения по другим клеткам. Так, три хода до постройки висячих садов. Успею или нет, как думаете? Видите, я автоматически тут, не автоматически, а сам вручную переключаю с еды на молоточке. В очередной раз обращаю ваше внимание, что не стоит вам фокусироваться на чудесах, если вы играете против компьютера на сложном уровне или против других соперников. Потому что вы не успеете и потеряете. При игре одним городом потеря чудо. Это вот тролль-рыбак успевает за ход раньше меня построить висячие сады. Вот нехороший человек. Поэтому я переключаюсь. Ну, великую библиотеку я и не собираюсь дальше строить, хотя один ход я на нее потратил. Поэтому я решил, что же я решил, национальный эпос. Почему национальный эпос важен неплохо в этой стратегии? Ну, во-первых, никто вас не обгонит, потому что это национальное чудо. Вы всегда можете построить. А во-вторых, великие люди у вас будут довольно часто рождаться в вашем городе. И ускорить их появление все-таки очень неплохо. Ну вот. Эти тролль-рыбак надо мной издеваются, что он раньше меня построил в висячие сады. Так, тут я смотрю, что уже скопилось неплохо денежков. И можно бы какое-нибудь... Что-нибудь из юнитов прикупить. Ну, во-первых, что-нибудь из зданий было бы неплохо прикупить, но на них у меня денег нету. И, ладно, решаю на юниты пока не тратить, а покопить на университет. И вот смотрю на свое производство. Пока все путем. Все стоит на тех местах, где надо, на обработанных клетках. Защищаю рабочего и смотрю, что же тут делает мой соперник. Ну, как видите, делать особо нечего. Все у меня при делах. Все у меня строится. Рабочие улучшают местность. Еще раз напомню приоритеты в строительстве. Значит, понятно, что главное здание, которое дают еду. Далее здание, которое дают науку. Научные здания. Далее здание, которое дают продукцию. На следующем месте культурные здания. Потом здание, которое дают деньги. Далее здание, которое дают экспоинты вашим юнитам. И юниты. Видите, я вообще не упоминаю здание, которое дают счастье. Потому что вам счастье практически не нужно будет. Ну, вот троллер-рыбак еще и великую библиотеку успел построить. И тут я решаю, что надо и мне какие-то чудеса ухватить. Значит, счастье может быть только в конце игры вам будет понадобиться. Ну, или там... То есть, счастье здесь только влияет на наступление золотого века. Он у вас и так будет автоматически наступать. То есть, тратить на содержание чудес, чтобы получить золотой век, это не так круто, как тратить на все остальное. Ну, вот я решил построить Стоунхенш, чтобы получить религию быстрее своего соперника. Интересно, что он там будет строить. Ну, и в это время продолжаю делать улучшения. Тут уже у нас пошла гонка, кто быстрее какое чудо построит. Но, опять же, еще раз напоминаю, чтобы вы это запомнили. Вам не стоит спешить с чудесами. Вы сначала научно развиваетесь, вы потом просто будете... Вот вы увидите, что вы по демографии первыми по науке. Вот тогда, значит, вы какое-то чудо к нему первыми доступ получите. И тогда можете на него время потратить. Дальше я вам скажу, какие чудеса очень важны для этой стратегии. И тогда вы просто будете уверены, что вы первыми их построите. А в начале игры ни в коем случае. Потому что вы, скорее всего, не успеете их построить. Кто-нибудь вас опередит, и вы потеряете очень много времени на развитие. А здесь важно, потому что у вас один город, он должен просто, блин, бешеными темпами развиваться. Иначе вы проиграете. Ну, я надеюсь, в то время, пока я говорю, вы еще следите за тем, что на экране происходит. Вот видите, я сейчас переключаю производство в своем городе. Какие клетки обрабатывать моими жителями, и вы следите за моими манипуляциями. Я просто все уже прям не могу объяснить в тот момент, когда я делаю. Столько всего происходит. Но я вам рассказываю, зачем это все делается. Более того, дальше, когда будут построены здания со специалистами, еще и будет работа со специалистами. Тоже интересно вы на это посмотрите. Вот сейчас, например, у меня амфитеатр построен. Вот, посмотрите, справа даром. Точнее, он не построен. Я его получил от легализма в традиции. И я могу уже туда специалистом посадить одного из жителей. Но на данный момент нам более важно расти. Поэтому я сейчас стараюсь Стоунхендж достроить быстрее моего соперника. Хотя я сомневаюсь, что он его строит. И при этом не потерять в росте города. То есть тут ведь у меня один ход до строительства Стоунхенджа остался, и два хода до роста. Так, смотрим. Нет, ничего переключать, пожалуй, не буду. Ставлю на дежурство. Всех своих рабочих отправляю улучшать, делать улучшения. И получаю Стоунхендж. Значит, явно религию я буду основывать раньше своего соперника, что, в принципе, неплохой бонус даст нам. Ну, хотя зависит, опять же, от того, что мы выберем. Но еще раз напомню. Просто обращаю ваше внимание на такие мелочи, чтобы вы потом не спрашивали, а как же так. Так, у вас в игре... Просто мы играем дуэль с одинаковыми параметрами, с соперником. Но у вас в игре, когда вы будете играть против других соперников одним городом, основать религию может не получиться. И вам не стоит стремиться к этому. Это не самое главное. Вам главное развитие. Вы будете опережать своих соперников по развитию. Итак, смотрите, я получил следующий общественный институт раньше, чем открылся рационализм. Тогда вы принимаете коммерцию. Если у вас так же получилось, принимайте коммерцию. Потому что она дает плюс 25% к золоту. То есть, считайте, как будто у вас бесплатно появляется банк в городе. Понимаете, да? Плюс 25% те же, что и банк. Правда, он там еще золото дает, но это не столь важно. И вот потом дальше вы уже пойдете по рационализму. Следующий, по идее, вы сможете уже рационализм принять. И вот сейчас, видите, я решил пойти к гильдиям. Хотя иногда есть вариант идти к литью, чтобы мастерские строить. Но я пока решил пойти к гильдиям. Потому что у Голландии вот уникальное улучшение есть. Польдер. Хочется его построить для начала. И видите, в городе я переключаю. В связи с тем, что нам производство не особо нужно. Вот купил рынок. Кстати, когда у вас скапливаются деньги, не стесняйтесь их тратить на здания. Вот видите, мой соперник пирамиды построил. Тоже неплохое чудо. А еще лучше на клетки рядом с городом, особенно на холмы. Потому что автоматически город берет в первую очередь те клетки, в которых больше еды. А нам же иногда и производство тоже нужно. Обратите внимание, у нас родился великий инженер как раз от храма Артемиды. Помните, мы его первым построили. Вот и получаем бонусы от этого. Значит, в вашей... Вот сейчас я его потрачу на чудо. Но в вашей игре я его рекомендую оставить на Пизанскую башню. Дальше объясню почему. Вообще, Пизанская башня это очень важное чудо для игры в этой стратегии. Второе важное чудо это фарфоровая башня. Поэтому... Вот я просто сейчас трачу, так как знаю, что... Мы вдвоем играем. Нам надо... Нам надо торопиться, кто быстрее чудеса построит. Я в данном случае построил Софийский собор, чтобы получить великого пророка, основать религию раньше моего соперника, но и помешать ему. Тем более, что если я укреплю религию раньше него, то он вообще религию может не основывать. Ну, выбираю иудаизм, потому что я не еврей. Просто так... Мне весело почему-то. Извините, если меня слышат правоверные иудеи. Как так по привычке. Иногда еще тигрианство беру. Но это все-таки сейчас не важно. Вот смотрите, я выбираю церковную десятину, чтобы получать золото от четырех почитателей религии. Так как города у нас будут большие. О, видите, сейчас я ход пропустил, кстати. Там уже следующий ход начался, потому что я так долго выбираю религию. Я, к сожалению, еще в религиях не очень разобрался. Поэтому вот такие долгие выбирания. И плюс один производство за каждого почитателя. То есть, по идее, у меня, когда будет город все больше и больше, то... Сами понимаете, за каждых четырех почитателей одно золото уже неплохо. Вот даже вот с моим сейчас населением 16 было бы уже плюс 4. Правда, сейчас еще не все жители стали почитателями. И получается еще было бы плюс 15% к производству. Что совсем неплохо... Совсем неплохой бонус для этой стратегии. Так, открылось инженерное дело. Значит, у нас в городе еще и бесплатно акведук появился. Вот, можем... Так, амфитеатр даром. Ну, поверьте мне, он появился, потому что у нас инженерное дело дает акведук. А у нас принята традиция вся, которая 4 бесплатных акведука дает в городах. И поэтому у нас рост еще больше улучшается. Вот видите, я сейчас переключил... Обратите внимание, я сейчас переключил своего жителя одного, поставил в амфитеатр, чтобы у меня было больше культуры. И я быстрее мог от этого принять очередную социальную политику. Понимаете, да, зачем я переключаю? Ну вот, еще и покупаю клетки. Ну, быстрее, чтобы шло развитие. Чтобы я мог обработать эту клетку, поставить здесь ферму на ней, и мой город рос быстрее. Так, на Пророка все оставлено. Вот мне осталось где-то 4 хода до укрепления. Пророк-университет построен. Как вы помните, научные здания у нас самые главные после еды. Ну, у вас зданий с едой, собственно, уже долго сейчас не будет, а вот научные здания не будут. Так что, как только они появляются, сразу строим их как можно быстрее. Видите, я долго выбирал, что строить, и решил построить конюшню. Это не потому, что я буду, не потому, что я планирую строить каких-нибудь конных юнитов, а потому, что у меня есть пастбище. То есть, напомню, конюшня дает прирост к строительству конных юнитов, они быстрее строятся, но и плюс к тому, один молоточек каждому пастбищу. Вот видите, у меня как минимум два пастбища есть. Значит, на каждой из них будет по молоточку. И к тому же они еды нормально дают. Я вам рекомендую конюшню строить, только если у вас есть от двух и больше пастбищ. Иначе она невыгодна, ее содержание не будет окупаться. Ну, вот видите, заодно у меня железо появилось, но, к сожалению, оно появилось на холме, на котором у меня ферма стоит. И я пока не собираюсь менять ее на шахту, потому что мне железо не настолько нужно, как ферма. То есть, вот такие бывают проблемы иногда, к сожалению, но... И вот, видите, университет дает двух ученых, двух ученых-специалистов. И я вам рекомендую, когда появляется университет, сразу туда садить жителей, потому что это довольно большой прирост науки. Каждый специалист в университете три науки дает, два уже шесть. А плюс у вас еще всякие бонусы от строений, которые вы до этого построили в городе. То есть, это будет не плюс шесть к науке, а еще больше. А когда вы еще рационализм примете и так далее. Кроме того, специалисты дают прирост великих людей, великих ученых, которые нам тоже понадобятся. Вот видите, у меня уже справа вверху, видите, великий художник, великий инженер, а вот уже великий ученый стал появляться. И великий ученый у нас будет теперь рождаться раньше, чем все остальные. Потому что мы будем практически всех своих специалистов сажать на ученых. Видите, в городе я поставил строительство мечети Джене. То есть, вообще решил упор на религию сделать. Ну, а в технологиях мы открыли гильдии, наконец. Имеет смысл теперь идти к Пизанской башне, к печатному прессу. Во-первых, мы здесь пройдем через машиностроение, где будет национальное чудо, нужное нам для увеличения производства. Ну, и Пизанская башня очень такая важная, как я уже до этого говорил, важное чудо. Она дает плюс 25% к рождению великих людей. Это очень важно. Ну, и плюс к тому, любого великого человека на выбор, я предпочитаю брать великого инженера, которого потом тратить на фарфоровую башню. А фарфоровая башня дает бесплатного великого ученого плюс 50% к научным договорам. Ну, это круто при игре с компьютером. Естественно, в онлайне вряд ли вы научные договоры сможете заключать. Но, кроме этого, она еще и добавляет генерации к появлению великого ученого. Так что эти два чуда, что в онлайн-игре, что в игре с компьютером на высоких уровнях сложностях, очень важны. Постарайтесь вот их все-таки получить. Но, опять же, следите за тем, что делают ваши соперники. Потому что, если вы не успеете их получить и потратите на их строительство ресурсы вашего города, это будет, ну, плохо. Плохо. Не очень хорошо, лучше так сказать. Так, давайте почитаем, что пишет мой соперник в это время. Значит, вот он увел у меня Великую Библиотеку и буквально заход до окончания Висячие Сады. И вот он пишет, что после Великой Библиотеки ты хотел построить Стоунхендж. Я попытался и его увезти, и тут впервые мне это не удалось. Что хуже всего, я забыл переключить город на рост населения. И вспомнил об этом далеко потом. Так, вот видите, у меня появляется пророк, и я укрепляю религию. Вот я все думаю, что мне взять. Опять же, сейчас, если мне заменяет память, ход потрачу из-за этого. Потому что, ну, я плохо все еще до сих пор разбираюсь в религиях. 50 очков веры после каждого использования? Нет, не очень. Мессии тут не нужны, потому что мне некуда распространять религии. То есть, явно не на своего соперника. В общем, я решил, что я пока не успеваю, хрен с ней. Блин, нет, надо все равно успеть. Но у меня, видите, я сейчас ход потрачу на открытие религии. Хотя у меня там есть чем и так заняться. Вот, пагоды решил строить. Хороший выбор. Хотя, наверное, в данном случае надо было соборы выбирать. Они меньше веры дают, зато больше культуры. И реликвария, это вообще я просто дебильно выбрал. Зачем мне еще плюс 50 очков? На что мне веру тратить? То есть, я сейчас поставлю всего одну пагоду, и все, мне больше очков веры тратить не на что. Ну, правда, потом, конечно, появятся еще великие ученые, но это не настолько много очков. Ну, ладно, неважно. Тут вот с верой еще стоит разобраться, на что, какие религии, какие укрепления брать. Ну, вот следующим ходом я закончу великую мечеть Джене. Так, давайте почитаем, что далее пишет мой соперник. А он пишет, что он вместо образования пошел изучать литье и машиностроение. Дело было так. Видя, что он опережает меня по всем параметрам, забил на образование, пошел на литье и машиностроение. Причина та, что его производство было равно моему, и он пытался этим опередить меня по производству, так как по другим параметрам он меня опережал и по росту города и по науке, потому что он чуть раньше, чем я построил нацколледж. То есть, в этом месте он, получается, я его догнал по науке, потому что пришел к образованию. То есть, он потерял то преимущество, которое у него было раньше. Вот теперь дальше интересно посмотреть, было ли это правильным ходом или нет. Правда, дальше будет еще одно разветвление наших путей. Ну, о чем дальше, собственно. Да, пока я тут говорил, вы, если вы смотрели на видео, то обратили внимание, что я купил мастерскую и поставил строиться литейный завод. Опять же, напоминаю, это все исходя из принципа важности строений. Так как нет у нас строений с едой и наукой, значит, следующие по важности у нас строения, которые увеличивают производство. Вот я одно из них купил, а другое строю. Именно поэтому я выбрал мастерскую и литейный завод. В это время мои рабочие продолжают улучшать клетки. И по науке я вот засомневался, идти ли мне к Пизе, может, я в данный момент же не знаю, что там открывает мой соперник. Но решил оставить путь к Пизанской башне. Вы не смотрите, что я не тут не строю каких-то юнитов. Я постоянно слежу по демографии за армией своего соперника. Он, мы примерно в одинаковом уровне, значит, и он не строит, он не планирует на меня нападение. Поэтому и мне нету смысла тратить силы на армию. Тем более, то есть я мало того, что потрачу время на строительство, я еще к тому же буду тратить на содержание своей армии денежки. А с одним городом, как вы понимаете, денег много, не очень много будет. Вот я послал своего шпиона к сопернику подсматривать за ним. Ну, естественно, с одним городом тут выбора особо нету. Одного шпиона подсматривать, второго шпиона посадить у себя в городе и все, без вариантов. Тут даже главное не то, чтобы украсть какую-то технологию, потому что мы-то с ним, понятно, будем примерно вровень идти, а чтобы смотреть, что в его городе происходит, что он строит, то есть подсматривать. После постройки литейного завода я решил строить казначейство. Вот вы, может, обратили внимание, я сначала поставил Оксфордский университет, а потом переключил на казначейство. Вы меня спросите, а как же, я же вам говорю, что научные здания важнее. Да, но Оксфордский университет дает бесплатную технологию. Так не лучше ли его оставить на чуть попозже, когда будут технологии намного дороже, вот ближе к космическому кораблю, когда важно будет как можно быстрее открыть его? Я обычно делаю так, я его оставляю чуть попозже. То есть, ну, конечно, в зависимости от ситуации, если вам кровь из носа необходима технология, то, конечно, нужен Оксфордский университет. Но вот здесь я решил, видите, до открытия рыцарства осталось два хода. Я через два хода как раз построю Оксфордский университет и сразу открою технологию с Пизанской башней. И я буду очень, ну, быстро ее построю. Вот я построил пагоду, автоматическое распределение веры. И вот дальше, куда мне эту веру распределять, не очень понятно. Ну, конечно, на великих людей буду, но я еще рационализм не открыл. А коммерция мне, как бы, великий ученый особо не нужен. Так что быстрее бы уже рационализм открылся. Ну, а, видите, я даже не обратил внимания, у меня как раз один ход до принятия политики остался, один ход до открытия рыцарства и один ход до Оксфордского университета. И как раз я открою Оксфордским университетом ту технологию, которая мне позволит взять рационализм. То есть я вот так четко рассчитал, оказывается. Иначе бы, если бы я не построил Оксфордский университет, я бы не смог вот сейчас принять рационализм. Поняли, да? То есть я специально так... Поэтому я и строил Оксфордский университет, чтобы принять технологию. Так, только я дурак почему-то вместо печатного пресса взял банковское дело. Ну, это все спасибо таймеру, из-за которого я это сделал. Потому что надо было брать печатное дело и строить Пизанскую башню. Ну, это, понимаете, затмение. Хотя я рассчитал именно для того, чтобы и взять печатный пресс, и рационализм взять. Ну, что поделать. Вот в этом... Ну, вот у меня появляются великие ученые, и я могу... Значит, великих ученых до открытия лабораторий мы всегда ставим в академии. То есть на наших полях ставите академии, желательно на клетках с двумя едой. Чтобы не сильно терять... Ну, так лучше просто. Я считаю, что лучше ставить на еде. Таким образом, и город растет, и получаете науку. Так, пока мы не можем ни на какого великого ученого, ни на какого великого человека ставить. Потому что это начинается, по-моему, после новейшего времени. Так что подождем. Так, видите, я тут добиваю все религиозные здания. Пока у себя... Вот ученого... Ученым ставлю академию и закрепляю клетку здесь. Видите, до строительства академии у меня было 97 науки, а после академии стало 114. То есть на 17 науки я получил прирост, что очень круто. А с каждым ходом, получается, это будет все круче и круче. Ну вот выбираю, какое чудо построить из всех. Все такое вкусное, ненужное. Поэтому я решил лучше жандармерию, чтобы мой соперник поменьше мог узнать из моего города. Ну вот сравниваю с городом соперника. У меня 20, и следующим ходом будет 21. У него уже 21. То есть мы приблизительно одинаково развиваемся. Ну вот у него, правда, защита получше. То есть он уже там стены построил. И вот могу посмотреть. Он строит альгамбру. Ну что же, замечательно. Мне это не очень нужное чудо. Без проблем. Пускай строит. Я не возражаю. Ну, конечно, все чудеса, естественно, дают очки к великим людям. То есть у него может кто-то быстрее родиться. Но я другие чудеса строю. То есть у меня план немножко другой. Вот так как он строит альгамбру, то он позже начнет пизанскую башню. Главное, что он ее не строит, понимаете. Поэтому я спокоен. Мне главное пизанскую башню успеть, а потом фарфоровую башню ему тоже не дать. А это все прибавление к науке. Ну вот я поставил терракотовую армию строиться. Но потом я, естественно, все равно на пизанскую башню переключусь. Просто что? Задел был на следующий. Потом, чтобы можно было ее достроить. Так, теперь, так как печатный пресс открыт, сразу идем к архитектуре. Чтобы фарфоровую пагоду получить. Видите, от ее строительства появляется великий ученый рядом с городом. Так, мои рабочие тут уже практически все сделали. Я решил достроить терракотовую армию, потому что он там все равно альгамбру строит. Думаю, вряд ли он на пизанскую башню быстро пойдет. Во всякий случай достроим. Следующим ходом он должен, по идее, альгамбру завершить. Да, так и происходит. А вот меня все заставляют что-нибудь купить за веру. А у великих людей пока невозможно за нее покупать. Поэтому ожидаем. Нет, вот опять я смотрю. Если я много-много раз посмотрю вот сюда, то все равно великие люди пока не появятся. Явно только после новейшего времени это будет возможно. Так, смотрим, что он начал строить банк. Замечательно, пускай строит банк, мы закончим. Ага. Ага. Смотрите, я что-то заволновался, да? Ну ладно, заканчиваем терракотовую армию. Явно он тоже уже прислал ко мне шпионы. Потому что шпионы даются параллельно обоим игрокам. Несмотря на тот, кто первый дойдет до нового времени, все равно шпионы даются сразу всем в игре. Поэтому он явно тоже своего шпиона посадил ко мне и следит за моим городом. То есть, ему терракотовая армия, по его мнению, нужна, не была нужна. Ему альгамбра была важнее. И, видите, я начинаю строить Пизанскую башню. Интересно, что будет он делать. Но он пока достраивает банк. Хотя я уверен, что он сейчас и мой город просматривает. И вот сейчас интересно, кто же успеет первым Пизанскую башню построить. Прям такая гонка. Потому что до этого все чудеса света были не очень-то важны. То есть, ну, ладно, я одно не успел построить, построю другое. У него то же самое. Он одну строил, а другую. Единственное, что вот я тут урвал религию. Но как бы не такие. Вот, видите, он начал фарфоровую пагоду строить. Восемь ходов. А у меня семь ходов. То есть, я его опережаю. Плюс к тому, вот через семь ходов как раз архитектура откроется. И я смогу еще следующим ходом, благодаря великому инженеру, и фарфоровую башню закончить. Так что я им говорил, что он пагоду начал строить. Он начал Пизанскую башню строить, конечно, извините. Итак, кто быстрее, голландцы или голландцы, достроят Пизанскую башню? Тролль-рыбак или Халецкий? Следим внимательно друг за другом. Так, ну тут у меня на всякий случай дерево еще вырублю. Правда, я сомневаюсь, что эта вырубка леса как-то сильно ускорит Пизанскую башню. Потому что это уже не начало, не античность, где вырубка леса помогала строительству чудес. Ну и в любом случае мне там нужно построить ферму. Так, 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 у него, у меня 5 ходов до строительства Пизанской башни, у него 6 с фарфоровой пагодой. Вот теперь смотрите, дело в том, что я его опережу и с Пизанской башней, и с фарфоровой пагодой. Так, как я хост игры, а ходы здесь делаются параллельно, то если два игрока в один ход заканчивают строительство чуда, то это чудо отдается тому, кто хост. Но если это не хосты, то тому, кто второй, третий, ну и так далее. Поэтому я ему пишу, чтобы он не тратил силы, ну, то есть, ну, чтобы дальше было просто интереснее играть, чтобы он на другое потратил силы, чтобы он не строил фарфоровую пагоду. Вот видите, я за 4 хода сейчас построю Пизанскую башню, получаю великого инженера, при этом открываю архитектуру, и следующим, пятым ходом, уже у меня будет построена фарфоровая пагода. То есть, тогда же, когда и он построит фарфоровую пагоду, но дадут ее мне, потому что я хост игры. Надеюсь, я вам понятно объяснил. Поэтому я ему пишу, чтобы он переключал производство в городе и не терял ресурсы. Вот, не терял молного, я ему, собственно, это и пишу в чате. Вот видите, моего шпиона убили в его городе. Я, к сожалению, сейчас некоторое время не смогу смотреть, что он там делает. Давайте я вам зачитаю, как он комментирует эти события. Итак, он, я от его лица отчитаю, я шел к фарфоровой пагоде, которую прокакал. Причина была описана выше, слишком поздно построенный универ и слабое изначальное производство города. После прокаканья фарфорки мне стало понятно, что игра затягивается, и мы идем вровень с незначительным плюсом в мою пользу. То есть, в пользу тролля рыбака, но вы видите, что и по счету он как бы впереди слегка. А также то, что ты, то бишь я, Халецкий, идешь к школам. Следовательно, будешь какое-то время слаб. И тут я решил поймать птицу счастья и начал заполнять честь и автократию. Вот здесь начинается главное расхождение. То есть, я пошел по научной ветке вверху, а он пошел внизу по военной ветке со строительством военных юнитов, чтобы меня завоевать. На этом месте, пожалуй, я с вами распрощаюсь. Закончу первую часть моего прохождения моногородом. Извините, что я его разбиваю и не в одно видео, но вам будет муторно смотреть все видео полностью целиком. И поэтому вам задание на дом проиграть пока с компьютером, ну и на самой высокой, пускай на пятом уровне сложности, на шестом уровне сложности, игру с компьютером моногородом вот до строительства фарфоровой башни. Ну или с соперниками в онлайн можете попробовать. Давайте я в конце небольшое такое подведение итогов, что ли, сделаю. Итак, надо размещать город рядом с рекой, чтобы было как минимум три клетки с едой, то есть два яблочка, хотя бы два или три холма. И очень неплохо было бы, чтобы еще и рядом гора была прямо с городом, благодаря которой мы можем строить обсерваторию. Далее. В строительстве вы должны в первую очередь строить здания, которые дают еду, во вторую очередь научные здания, в третью очередь здания, которые дают продукцию, в четвертую культуру, в пятую деньги и дальше уже юниты, бараки и то, что если вам придется воевать. В социальных политиках принимаем традицию и идем по такой схеме. Традиция, легализм, земельная элита, монархия, аристократия и закрываем традицию. После этого, если вы принимаете следующую социальную политику до открытия рационализма, то принимаете коммерцию. Ну а потом рационализм. Как идти по рационализму уже в следующем видео посмотрим. Что исследовать? Значит, сначала идете к письменности, потом открываете добычу руды, календарь, философию, дальше стрельбу из лука, можете купить несколько лучников, это чисто для защиты. Анимал с хасбендрой, до животноводства, открываете колесо, чтобы была водная мельница, дальше драма и поэзия, что дает вам бесплатный амфитеатр. Потом идете к металлоконструкциям, чтобы проапгрейдить своих лучников и больше у вас было вариантов защиты. И после этого госслужбе, чтобы получить прибавку к вашим фермам, и вы могли строить копейщиков, пикинеров. Дальше теология, адукация, извините, по-белорусски заговорил, образование, чтобы построить университеты. А если вы играете с компьютером, то после открытия образования вы можете заключать научные договора. Ну а дальше рекомендую к литью, к пизанской башне, это печатный пресс. И после этого к фарфоровой пагоде, это у нас архитектура, технология. Все, продолжение в следующем видео. Надеюсь, я его быстро сделаю.